I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами в Fear and Hunger Вот это вот место, я сюда пришел, там за дверью торговец И оказывается я ходил очень-очень рядом, очень-очень близко все это было Я просто не находил это место Стеклянный флаг, о, а ты кто вообще? Капюшон, ты кто такой? Метательный дротик Чувствую, перец какой-то ходит Ладно, пофиг на него Я не хочу, он со мной пока ничего нет, и я ему пока тоже ничего нет Я не знаю кто он такой Вот в этом месте мы точно еще не были, гарантированно У нас небольшие проблемы с психикой, скоро могут начаться Но по большому счету вроде как все нормально, наверное Я сходил, я так сильно любил, он и сейчас заключенный, ожидающий свою жалкую кончину Надеюсь мы с ним наконец воссоединимся в загробном мире Текст данный в дневнике выцвел, будто дневнику уже не одна сотня лет Тут кто-то, дневник давно погибшего заключенного Все что я хотел Прочитали, окей Я сходил в гробницу бога, потом вернулся, перезаписался Все прошло без инцидентов Сейчас мне пришлось одну куклу убить, но ее тоже получилось убить без инцидентов Что очень удачно Пыточный стол, приспособление для фиксации объекта Пыток, пятна крови уже давно высохли Там глаз вообще-то в стене Пять огнив, это конечно все круто Метательный нож, дайте мне менталочку как-то подлечить еще, пожалуйста Куча книг на самые разнообразные темы Ни одна из них не привлекает внимания Так Ааа, это тоже дверь В общем, да, это пока что Взрывной флакон Это пока что такая претензия, которая у меня есть Почему, 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 в чем секрет, почему она не работает У меня претензия пока что к этой игре в том, что Иногда очень неочевидно располагаются двери из-за рисовки Чан с водой внутри застыло некое создание Создание, у его создания отсутствуют глаза Ты можешь заглянуть в одну пустую глазниц Вставиться На тебя, тьма глядит на тебя в ответ Кажется, ты дрожишь Я что, менталку потерял на этом? Да нет, вроде все нормально Но скоро нам будет фигово Поэтому Я нашел бутылочку Эля Которую мне пришлось уже потратить Я нашел Ого, кстати, сколько тут всего Бутылочку зелья мне Иди ты нафиг Бутылочку зелья мне уже пришлось потратить на девочку Да блин, мне с этим говном драться Ты серьезно? Фух Обыскать Это ничего ценного Эти маленькие перцы мне вообще не нравятся Так, как-то библиотека Я отказываюсь признавать Но это может быть пределом моего разума Я отказываюсь признавать это Пыльные старые книги Покоятся на полке Обыскать Повезло Пустой свиток Пустой свиток Погодите Насчет пустого свитка Так Во-первых Давай похаваем Да Отпусти меня И тебя надо покормить Ничего Ни одна не привлекает моего внимания Так, хорошо Но тут вон есть еще полочка Братство, часть 2 Оригинал Докторина Живом Обыскать Орел Так, надо снимать эту штуку Мне кажется Она меня скоро доконает Я не то выбрал Жаль Дайте мне что-то от менталки Серьезно Прям Полки забиты Рисунок в депрессивных тонах Учение Грогота Это какая-то библиотека Кстати Орел Спасибо Мне везет как никогда Я понабрал там кучу книжек Я это вижу Осталось ничего ценного Мне бы просто сейчас Часть 2 Оригинал Мне бы сейчас что-нибудь О! Предмет Эль Пожалуйста Мне теперь еще Что-нибудь от менталки Для Рыцаря нашего Кусочек сырого мяса Это конечно круто Пять огнев Это вообще Ох Блин Тут Это тут Лабиринт Конечно Пакоится на полке Часть из них Обыскать Орешка Я тебя понял Свиток магов Путь в Махабре Находишь Находишь анатомию Смотрите Сколько там внизу Этой фигни Вы видите Чем не игрок Зря Надо было Орла брать Угу У меня было Такое предчувствие Смотрите Что там внизу Творится Это же вообще Звездец И мне туда Сейчас вы предлагаете Огни во мне дают Прямо Одни за одним Магия Крови Цветов Это же проход 12 О 12 серебряных монет А знаете Что это значит Это я могу пойти Это я могу пойти Купить себе Эм Еще одну Ментальную зельку Если вдруг что Это центральный выход Вот это тут Сейчас лабиринты Во время Когда ты заглядываешь Ему глубже В глаза А как мне Теперь выйти Отсюда Блин Это обратно Через библиотеку Пробираться Да Так Факел Мне просто сейчас Немножечко Восстановить Менталку И я Тогда Посмотрю Что я понабрал Пустой Что значит Пустой свиток Погодите Вот эти Выглядят Помните Кто играл В Alien Isolation Там был Шоурум С этими Дроидами Старого поколения И потом Они начинали Ломиться К вам Вот Вот это Оттуда Прям место Давайте Я их По одному Выманю И убью По одному Если не буду Промахиваться Пожалуйста Хорошо Хорошо Минус Один Кровопечения Ох На полторы Штуки Кританул Просто Красиво Они Они Повыбирались Из своих Матерей Несмотря на то Что Выглядит Как живой Орган Похоже Что у него Ящички Я не могу К ящичкам Пройти О господь Даруй мне Камень душ Даруй Ооо Тут еще Один Маяк Вы Фига Себе То есть На это Все Можно Посмотреть Под Другой Перспективой Так Ладно Быстро Возвращаемся За зелькой Сейчас Если Успеем А еще У девочки Трясутся Руки Ну это Просто Замечательно Как я Обожаю Когда Такое Случается Так Ребят Ищет Утешение Всем Плохо Всем Блин Это Только Мне тут Хорошо Да Так Ладно Более Менее Мы поняли Куда Нам Нужно Ити О А Вот Эти Факел Супер Метательный Дротик Эль Эль Дайте Пожалуйста Будьте Людьми Так Кто там У нас Слабеет От голода На тебе Хлебушка А Девочка У нас Голодная Предмет Салями На тебе Последнюю Салями Смотрите Как у нас Менталка Повредилась За все Это Время Офигеть Так Нам Вроде Как Должно Хватить На две Зельки Если Все Нормально Странно Теперь Эта Штука Нас Не Атакует Вообще 21 Так Эликсир Разума Раз Вот Эликсир Разума Два Спасибо Так Уйти Эликсир Разума А У меня Три Эликсира Разума Есть Отлично Вот Тебя Один Суперски У меня Остается Еще Два Уйди От Уйди От Меня Нафиг И ты Я Не знаю Что Ты Такое Но Я Не Хочу С Тобой Разговаривать У него Там Что-то Висит Блин Он Что Завис Что Ли Ну Иди Нафиг Отсюда Наверх Я не ходил Кстати Еще Ни разу Да А Это У нас Просто Да Да Факел Хорошо Это У нас Просто Такая Обходная Получается Дорожка Да Я Проходил Отсюда Потому Там Не Обыскивал Ладно 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 Слегка Голодна Тоже Слегка Голодна Нормально На Менталку У нас Есть Еще Два Эликсира Которые Мы Можем Поправить Это Нам Хоть Как-то Решит Проблему Ладно Мы Сюда Заходили Если Мы Не Будем Заходить Если Мы Просто Пойдем Дальше Мунлесс Слегка Голодно Прикинь Мы Могли Не Идти Через Библиотеку Мы Могли Здесь Пройти Ладно Кто Знал Что Кто Ты Такое У Меня Есть Предложение Там Был Внутри В Библиотеке Куб Куб Глубин Но Мы К Этому Сейчас Забытых Воспоминаний Пустой Свиток Это Что Ожидающий Рощер Копера Свиток Магов Узнать Секрет Великой Магии Крови Секреты Которые Знают Только Самые Целеустремленные Волшебники Ну На Тебе Что Ли Я не знаю Может у тебя Просто какие-то Еще Эти Откроются Фельтование Себе Заберу Так Карта 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 Братство Рыцарь Искупление Доктрина О живом Эти мои Исследования О живом И создание Искусственной Формы жизни Подобные Возможность Возвысить Человечество И избавить Его от Собственных Границ Когда я был Человеком Подобные Исследования Порицались Другие Ученые Не взялись За подобные Ввиду попрания Норм Морали И этики Но я искренне верю Что это последний Столб Который отделяет Человека От божественного Статуса Быть равным Древнему Богу Или даже Выше Древние Проявляли Талант К созданию Жизни Еще с Зари Времен Живые Клиняные Големы Которые Населяют Мохамбра Прекрасно Этому Подверждение Они лишь Инструменты Созданные Для Выполнения Грубой Физической Работы Им не нужен Ни сон Ни отдых Они выполняют Свою работу После По мере Понадобности Они начали Создавать И другие Формы жизни Все это В итоге Привело К созданию Абсолютного Венца Творения Человека Такова И моя Конечная Цель Как мне кажется Я понимаю Достаточно Для достижения Этой задачи Я просто Обязан Достичь Этого Дабы Стать Поистине Независимым От великого Замысла Это наш Ключ К естественному Порядку вещей Человек Превзошел Свои Создатели Хорошо Дальше Братство Алхимия Алхимия Том 1 Кстати Основу Алхимии Алхимический Том В этой книге Перечительное Воздействие Различных Растений И трав Синие Травы Образ Центаксили Зеленые Это мы читали Кстати Красный Пещерный Мох Редкий Мох Базо Алхимические Рецепты Красный Зеленый Синий Да Было Такое Хорошо Дальше Путь Мохамбра Магия Крови И Цветов В этой книге я возвращаюсь к воспоминаниям с Восточной Светилищ с моим покойным учителем Наз Рой Великим Видите ли мне была уготовлена великая честь стать учеником Великого Колдуна Я провел под его опекой не столь много времени потому познал лишь Толик его безмерных знаний В этой книге я поведаю вам секретах и заклинаниях которые он мне рассказал в том же о том как постичь знания Магии Крови Магии Цветов Те же информации о них вам предстоит искать где-то еще Вот что он мне поведал Я знаю первый секрет Грогота Если я вижу свисающее с дерева тело висельника я взываю к его душе и вновь связываюсь с его пуповиной После тело снова будет ходить и говорить со мной Фига себе Я знаю первый секрет Сильвян Если я вспрысну свое свое семье внутрь покойника Фига себе некрофилия пошла Остатки его жизни энергии даруют мне сына Сына чья жизнь целиком будет состоять из насилия Я знаю второй секрет Грогота Маленький мирок который меня всегда интересовал становится понятнее Я наконец могу общаться с некоторыми вокруг меня что поведут все эти секреты Я знаю второй секрет Сильвян Я наконец могу не бояться что меня разделят с теми кого я люблю Мы будем едины в плоти Акт любви заставляющий две души соединиться Это брак что ли Третий секрет Грогота За все обиды причиненные мне Я одним указательным пальцем могу выпустить на свободу разряд неумелимой силы заставив отчаянно молить о пощаде Я знаю Третий секрет Сильвян Потому как люди низшие создания движимые чувствами и похоть Я могу с легкостью контролировать их привязанность к самым первозданным из путей Вот это мы начитали сейчас Течение Грогота Приказы Капитана Братство Книга Страхов Братство Часть 2 Оригинал Члены Братства держат путь к древней гробнице Там где они начнут свое приветствие к древним богам Они вместе прошли через множество опасностей что были уготованы им древними богами В конце концов Пятером они стали перед золотыми воротами Мабры Тем самым теми самыми воротами Погодите Мы это читали Правда то что это оригинал я не знаю Напишите мне если оригинал отличается от не оригинал не знаю посмотрим так пустые свитки окей Я не знаю что я сейчас делаю Первый я его явно испортил это я понимаю Вот эта штука он опасен или вон тот или что здесь вообще происходит Я хочу сначала сейчас заглянуть еще раз в библиотеку и использовать там куб глубин Разум у меня потихонечку уходит это очень жаль Сейва у меня нету Слабее от голода Это вот вообще фигово сейчас было чуваки не делайте так Сырое мясо грибное рагу Хочу ли я рагу на полтос использовать Наверное нет У меня там были сыры О, помидорка есть На, тебе еще одну помидорку А и тебе помидорку Все Так, ладно Ладно, ладно прохладно Быстренько заглянем сюда Фишка в том что теперь аж туда идти сохраняться ну мне как-то наверное не с руки что ли Уж не знаю Дай мне факел чувак Всех вот этих шипников я поубивал к черту уроды недоделанные Где-то это чертов куб был погодите Это я на выход сейчас иду но с какой стороны Эти все мертвы вот этот куб ну маяк в смысле Причем я не знаю что у девочки у девочки трясутся руки у девочки все вообще тут трясется уже Че тут дзынькает Че тут дзынькает я не знаю че дзынькает Че тут может водиться и кто тут может ходить Страх подступает Хе Ааа Ладно Оно хочет меня атаковать Я наверное не хочу чтобы оно меня атаковало А тут тут ничего не будет Тут тоже Тут какие-то библиотекари водятся Ну его нафиг Они конечно выглядят не как библиотекари из метро но все равно как бы я наверное не хотел бы с ними иметь дело Ладно Я что-то пока передумал Верните меня обратно Пойдем пообщаемся с теми ребятами Так Существа Вещества А сюда Ой стоп А сюда-то мы не ходили Ты вообще кто такое Ух Мне показалось это какое-то существо Курительную трубку Она с чем-то Дайте мне Ну блин Ну с зельками каждый раз хилятся Ну флакон Флакон воды Это конечно здорово Шишку Шиш тебе А это просто Кругаля Мы сейчас накинули Да Чертова библиотека Я уверен Я уверен Что мы тут еще не все полки обыскали Но поскольку мы сейчас на таймере бегаем Поэтому я не буду сейчас прям все полки обыскивать Мне в принципе наверное и так норм что ли Это мы выйдем из этого выхода Да Нам нам нужно из нижнего выйти Поэтому мы сейчас сюда зайдем Пока факел горит Обойдем и выйдем там снизу А вот эту урну я обыскивал Да Вот эти ребята меня реально пугают Вот эти реально Там дверь какая-то кстати Да Ну нафиг Я не буду к ним подходить Идете лесом У меня резко появилась куча мест куда я могу пойти И это прям жутенько Ладно Че у нас по по менталке вообще все фигово Флакон с кровью На тебе еще одну помидорку скушай И значит придется драться Я не знаю мне до сохранения сейчас бежать очень далеко Это то место которое я думаю Да это у нас с этим А мы же мы же наверх кстати не ходили ходили Нет не ходили Ходили Это мы Да Да Девочки явно плохо У меня есть свиток просветления Один он Он всего лишь один Да Поэтому его использовать честно прям не хочется Но с другой стороны если не останется другого выхода Черт Ладно Какой-то чувак с сундуком Человек извиняюсь но я сейчас занят Что же ты делаешь Работаю Работаю Это тот для чего мы все созданы А кто вас создал Боги Они создали всех нас Хорошо чувак На здоровье Погодите Это же рычаг Нет Нет Кровь 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 Тварь Я всех убил Ха-ха-ха Ха-ха-ха Ха-ха Да Ладно Погодите Ребят Кстати Мне что интересно стало Вот сюда мы не заходили Если просто пройти в сторону от этой дверки мы сразу пошли вверх Но тут есть сторону А что вот это за место Ха Тут просто камень Ладно Пойду наверное сейчас зачищу опять библиотеку все что там творится посмотрим Кусок ткани палку Ничего Сейчас я вот этого парня пропущу и схожу наверх потому что у него там ящики раз уж мы просто здесь уже метательный нож ничего не осталось Блин с лутом просто супер Ладно найду что-то интересное и вернемся Ладно ребят я заново прошел библиотеку снял пока что миазму денег я в этот раз к сожалению не нашел на второе зелье да тот раз был по-моему получше я его немножечко прошляпил ну ладно ну что ж что уж тут поделаешь так а погодите во второй башнике я не был надо бы туда сходить пока что у нас психика не очень хорошо но ну как бы терпимо пока что мы можем один раз излечить кого-то из наших то ли себя то ли дарк мне бы хотелось найти сейчас какую-нибудь боевую косу да это конечно прикольно несколько зелит находишь голубой флакон о это очень круто синий флакон я хилки нахожу 6 серебряных монет вот теперь мне хватит на теперь мне хватит на еще одну микстурку если сейчас пойти и все нормально сделать я мне не хватало одной монетки или что-то такое сейчас я подобрал 6 жалко что не 11 как в прошлый раз ну ладно 6 монеток тоже 6 монеток слабеет смотри так голода слабеть вообще не надо это плохая штука не делай так dónde у нас этот попор попопопопопопопоп не надо уйди отсюда иди вверх ты вообще нам тут не здесь не уперся вообще никак Так, я не знаю, кто он такой, я не хочу с ним разговаривать, он мне не кажется каким-то положительным персонажем, хотя на самом деле, что я могу узнать об этом, а? Так, дружище, 15 серебряных, эликсир разума мне, пожалуйста, налейте, спасибо. Ух ты ж, ё-моё, я чуть не притронулся к этому. Так, хорошо, если она, мне сейчас этот держать вообще нельзя, миазма, она меня убьёт, к чёрту. Я упорно не хочу тратить... зельку... прямо сейчас, потому что она слегка голодна, а то пофиг. Да, у нас вон ящики, вроде вот эти чуваки на меня никто не нападают, я вроде как драться сейчас ни с кем не собираюсь. Пять огней в 50, собрался я 50, капкан нахожу. Так, человек редкий собеседник, ты просто осматриваешься или планируешь поговорить? Что это такое? Что это такое? Я, пожалуй, можешь назвать меня здешним главой. Они все живые. Крайне мере, в нынешнее время это так, главы имеют свойство смещать друг друга, знаешь ли. Что это за место? Мы с тобой стоим посреди великого города богов Махабре. Давным-давно здесь жили боги, а разве они куда-то делись? Нет, конечно нет, те новые спят в своих постелях. Что у тебя есть на продажу? Я последователь знаний и просветлений, поэтому я уделяю большую часть своего внимания книгам. У тебя есть 5 серебряных. Алхимия, алхимия. Рецепты 15 века. Рецепты, кстати, интересная штука, но алхимия у меня вроде как вся есть. Я, получается, с тобой могу поговорить? Человек, однажды я стану воином, стану таким же сильным, как мой старший брат. Однажды я буду защитником этого главного города. Я буду покорно охранять ворота вечности. А это, случайно, не с тобой мы там встретились? Тогда проявим милосердие, когда мы встретимся вновь. Я не проявлю толики милосердия, я даже не думаю, так же, как и мой брат. Да, это, похоже, он. Сильным, как мой старший брат. Отступят свои цели пока не поздно. Подожди немного, ты видишь мое величие. Так. Во-во-во-во-во, у нас... А где у нас заплесневелый бред, вот он. Волчица сходит с ума от голода. То есть, ее ментальное состояние, в принципе, пофиг. Но то, что она хочет жрать, это она, как бы... На, поешь. Хорошо. Получается, я могу еще с тобой поговорить. Что это за место? Боги хотят, чтобы мы строили это место для них или для них, так же, как и для них. У них большие планы на этот город. А вот ты кто тогда? Да. Дружище. Над тобой возвращается голем внушительных размеров. Человек. Я тот, кого называют защитником. Я был создан для того, чтобы защищать этот город даже ценой собственной жизни. Моя задача защитить этот город до возвращения правителя в этой земле. Правителя? О, да. Однажды он вернется. Эээ... Кажется, что-то только что ускользнуло от его узора. Куда же он ушел? И как давно... Так... Угу. Это не моя забота. Моя забота охранять этот город. В принципе, логично. Хорошо. Предметы. Давайте бахнем джекпот сейчас. Синий флакон. Микстурку разума. На. И на. Отлично. Ну, девочке придется еще немножко пострадать, но ладно. И знаете, что еще? Синий... Где у нас там синие микстуры, голубые микстуры были? Погодите. Голубой флакон один. Где у нас синие микстуры? Вот. Синий флакон. Эээ... Давай мы тебя подлечим чуток. Там дальше можно пройти? Можно-то? Да я пока что пройду. Я понимаю, что там скорее всего у нас... Ой, бутылочка Эля. Блин, как хорошо. Капюшон. Офигеть. Никогда не думал, что я буду так радоваться алкашке и все, 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 все с этим связано. А тут что за место? Знаете че? Раз уж такая пляска пошла, раз мы восстановили менталку, то я, наверное, похожу во всеоружии и... Факел. У нас тут ничего нету. Воу. Там что-то есть в уголочке с счастливой монеткой или что-то такое. Бутылочку Эля. Еще одна. Ой, как хорошо там. Маленький ключик. Червивый сок. Зачем мне столько червивого сока? Пять огнив. Палку. Ну, пока все... Взрывной флакон. Пока все прям неплохо. Кровать! Новое место сейва. Серьезно? Хочу, хочу, хочу. Слегка голодная. Слегка это такое себе. То есть, по идее, если... Ага. Сейчас я тебя понял. Их тут два, да? Их тут два. Так, давайте-ка я здесь попробую сохраниться с помощью счастливой монетки. Мне кажется, это было бы правильным решением. Подземелья кажутся опасными. Порвать одеяло. Во-первых, кусток ткани. Во-вторых... Эээ... Отдохнуть... Хо-хо-хо-хо-хо! Две решки! Сейчас, блин! Отдохнул! Твою... За ногу! Ну, давайте драться, да? Так, погодите. А если не атака? А если предметы? Что у нас из предметов есть? У меня метательный нож, кстати, есть. Уж не знаю, попадет он или не попадет. С волчицы все хорошо началось, да? Черт его заражением крови, да? Зеленой травы у меня нет и быть не может в этот момент. Сохранился, черт побери! Ну, то есть эта штука для нас сейчас полностью бесполезна. У меня есть один план, который я попробую сейчас сделать, но... Эээ... Я совсем не уверен, что это сработает. Где мы можем найти зеленую траву? Мы можем пойти сейчас снаружи... Эээ... Попробовать тут маяк покрутить. И, возможно, там на улице будет эта трава. А тут у нас... Да какой нафиг промах? У этой штуки у нее есть две опасности. Во-первых, младенец, который до тебя доходит. А во-вторых, ее ржавые костыли, которыми она в тебя тычет и может заразить тебя. Это какого мы сейчас убили? Вот этого или того? Интересно. Вот этого. Да, счастливую монетку находим. Пойдемте попробуем вылечиться. Если нет, то мне придется загружаться и опять идти чистить библиотеку и все дела. Ну, я так понимаю, что это будет уже... К следующей серии. Черт его знает на самом деле. Там вон сундук наверху. Пойдем. Вот тут у нас в прошлый раз припадок случился. Фиолетовый флакон? Опа, а что дает фиолетовый флакон? Может, как раз то, что мне нужно? Флакон с водой. Выглядит питьевая. Зелье жизни. Это то, как это... Червивый сок убивает паразитов и червей внутри тела хозяина. Слабого яда. Погодите. И теперь у меня где-то было противоядие, да? Белый флакон. Да, но... Блин. Так, тут все завалено. Взять камень. Я думал, что эта штука убьет также и заражение, нет? Или это нужно какое-то время, чтобы она убила заражение? Короче, я пока не секу эту фишку. Я понимаю, что от заражения... Спасибо. Empty. Чем-то взволновано. Допустимо... Блин, и прикиньте, сколько элли я нашел. Все-все-все, все это будет сейчас просрано, да? Из-за того, что... Как неудачно там. Так, тут вон есть грибы. 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 Грибы, это все, конечно, хорошо. Их очень много. Но мне бы зеленые травки, пожалуйста. О, еще один этот... Вильзевул или как его там... Повелитель соплей. Ничего не осталось. Умирает от инфекции. Ну вот, просто замечательно. Что происходит? Я в каком-то большом зале. Огромные нависающие над вами фигуры приветствуют тебя. Они сидят за огромными обеденными столами. От них исходит зловещая аура, но в то же время здешний воздух буквально пропитан мирной атмосферой. Я где-то у богов? Приветствуем. У тебя есть право на три вопроса. Спрашивай с умом. Спрашивай о чем угодно. О ком или о чем ты хотел бы узнать больше? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Интересно, почему все хотят ее схавать, получить и всякое такое. Новые боги. Девочка. Невинные создания. В ней соединились сила воли богов и семя человека из пророчества. Никогда еще известная история не видала подобных случаев. Невероятно волнующий, не правда ли? Мы можем ожидать от нее великих свершений. Вот почему она важна. Спрашивай о чем угодно или о ком бы ты хотел узнать больше? Я. Что со мной не так? То, чем ты станешь, зависит лишь от тебя. Спрашивай о чем угодно или о ком угодно. Волчица. Я не знаю, если мне так зачтется или нет. Волчица. Мне бы... Мы не понимаем сути вопроса. А, ну то есть, не поняли сути вопроса, ну пофиг. Ты находишь книгу просветления. Здесь написан древний текст. Молиться. А, я понял. То есть, я опять к ним попаду, но молитва более не... А, не оказывает более никакого эффекта. Кстати, Дарс вообще исчезла, к черту. Ну, с Вильзевулом драться без Дарс неинтересно. А вот и чертова зеленая трава! Или... А, это синяя. Черт, это красная. Вон там еще одна была синяя. Что? А, паук. Черт с ним. Тут еще грибы, еще куча всего. Там что-то ходит. Еще один Вильзевул ходит. Так, ну вот это вот балкон... А, это балкон с рычагом, кстати. А это не он. Из грибов я могу понафигачить дофига рагу. Кстати, тут этот проход не завален. Там, когда он был завален, здесь он не завален. Как интересно. Я тут и тогда мог пройти? И в этой реальности, что ли? Да, прикинь. То есть сюда можно вернуться и в темной реальности. Тут никого не будет и не будет риска ни с кем поцапаться. Я могу прийти сюда, но тут все обвалено. Поэтому мне придется идти сюда и бороться, получается, тогда с Вильзевулами. Вот они впитывают жизнь откуда-то. Грибочки. Ну тут травы много, грибов много, так как я и подозревал. Выход на балкон. Да, мы здесь уже были. Сейчас мы еще немножечко пошаримся. Просто я говорю, все равно мне придется загружаться. А, вон еще одна синяя травка. Лечебных травок здесь просто дофигища. Это склад хилок. Это реально склад хилок. Если бы мы так обидно сейчас не попали с этим заражением крови чертовым, то мы бы сейчас были просто в шоколадной ситуации, когда у нас все персонажи с хорошей менталкой, все персонажи с хорошим здоровьем. И нам тут еще кучу всего исследовать. И, в общем-то... Так, тут ничего не осталось, пофиг. Получается... Реально сюда можно прийти. За дворки напоминают о временах былой жестокости. Два яйца. Две морковки. Что? Табак! Блин! Смотрите, сколько всего! Палка! Ну... Нитроглицерин. Ну, это же целый клондайк. Тут можно кучу всего найти. Кусок ткани. Зеленую траву нашел. Спасибо. Чертова счастливая монетка, которая меня подвела. И чертова заражение кровью. Вот это вот просто максимально неудачно сейчас сложилось. Так, это я не проломлю. Куда мы попадем? Ага, знаем такого. Знаете что, ребят? Все, давайте тогда... У нас тут есть огромное поле для исследования именно в этом мире. Потому что в светлом мире у нас есть библиотека. Я теперь, кстати, не знаю, хочу ли я идти в библиотеку. А как я по стенке хожу, вы не подскажете? Ха-ха-ха-ха-ха! Меня глюкануло! Спасибо! Теперь я отсюда... Я просто бегаю по стенке! Ё-па-расете! Красивая Багулина! Вот теперь, по крайней мере, не настолько жалко перезагружаться, потому что, ну, мы реально тут застряли. Спасибо миазме. Нас глюкануло, и теперь мы здесь. Ладно, ребят, будем на этом, в самом деле, заканчивать. Увидимся тогда в следующей серии. По крайней мере, мне стало легче, что я знаю, куда идти. И я знаю теперь, что тут будет довольно нормально лута, и впереди будет еще очень много чего интересного. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok